приветствую вас друзья с вами варчик я думаю некоторые из вас наверное могли заметить что разговоры про баны всяких твичей youtube дискорда и так далее время от времени поднимаются стримеры некоторые банятся и они с твичей youtube уходят поэтому не забывайте что существует вероятность что наш youtube закроется куда-нибудь поэтому обязательно подпишитесь куда-нибудь еще вконтакте там есть ссылка в описании вк play и травы там telegram просто будьте подписаны и если на ю тубе стримы и видосики мы не сможем делать то они будут делаться на доступных нам сайтах я в главное вас заранее предупредил очередной раз поэтому имейте ввиду пока крупные стримеры и контент-мейкеры переходят аудитория следует за ними там уже какие-то люди образуются уже скоро будет иметь смысл куда-то перейти но в этом видео мы поговорим с вами про экспериментальное оборудование вы можете зайти в игру добавить в сравнение любой танк какой вам хочется и самому на это танчик навешать любое оборудование и посмотреть что получится и там есть уже экспериментальное оборудование это все на основном сервере уже доступно само это оборудование пока еще никому не выдали ни у кого его и нету но вы уже можете посмотреть что да с каким танчиком можно сотворить поэтому если у вас есть какой-то любимый танк или какой-то танк вас интересует вы можете зайти в сравнение танков и посмотреть что-то может получиться уже хотели добавлять экспериментальное оборудование в новогоднее наступление потом это отложилось на потом уже собирались выдавать вот недавно просто так это оборудование потом говорят что в каких-то активностях будут раздавать это все снова отложили какие-то ошибки и так далее рано или поздно видимо это добавят пока они там собирались собирались они уже один раз понерфили это экспериментальное оборудование давайте поговорим уже подробнее что это такое пока что доступно у нас три оборудование на который мы можем уже посмотреть и которая когда-то будет раздавать это комплекс улучшения выживаемости он трехуровневый его можно прокачать два раза сначала он первого уровня т1 потом т2 и т3 это касается и всех экспериментальных оборудований у них три уровня чтобы их улучшать нужны какие-то детали чтобы их получить нужно разобрать такое же оборудование то есть в каких-то активностях мы его будем получать ломать чтобы улучшить такое же но другое честно говоря как-то притянуто за уши это оборудование и ресурсы которые улучшают это оборудование тоже она даже как-то не вяжется ни к чему валюта боновая и боновое оборудование как-то воспринялась у меня легко и спокойно вот улучшено оборудование вот валюта для этого оборудования все понятно вот за эту валюту есть еще магазин где что-то можно покупать и так далее чтобы ее фармить надо играть там на десятках или в каких-то активностях тоже дают это в награду а вот это экспериментальное оборудование оно просто где-то будет выдаваться поначалу хотели просто всем раздать сколько-то их штук и потом за ежедневные задания тоже их давать то есть просто играешь в игру выполняешь простенькие ежедневные задания и получаешь это оборудование конечно на первом уровне она супер обычные какие-то бонусы дает но вот если его пока прокачать полностью это какая-то жесть она конечно не улучшается прям в разы вот допустим на первом уровне комплекс улучшения выживаемости дает восемь процентов хп на втором уровне 9 а на третьем 11 принципе такой вот небольшой рост на пару процентов но прикол в том что это не единственный параметр который дается у нас в этом оборудовании здесь запас прочности машины потом прочность внутренних модулей прочность ходовой скорость ремонта ходовой еще и минус штраф скорости зарядки или потери мощности двигателя при повреждении модулей то есть это совмещенная закалка плюс компоновка но некоторые параметры из этих оборудований отлетели когда они скрестились в одно и есть танки у которых модули часто ломаются внутренние но и закалку хочется поставить это оборудование в принципе понятно она для некоторых тяжелых танков в самый раз таких как 289 ранний но вот если посмотреть на следующее оборудование система повышения мобильности тоже трехуровневая то она дает и мощность двигателя 9 процентов на третьем уровне скорость поворота башни или горизонтального наведения орудия для машин с неподвижной рубкой скорость поворота ходовой разброс при движении и поворотах машины а также при горизонтальном наведении и после выстрела максимальная скорость вперед и максимальная скорость назад то есть это турбина совмещенная с улучшенными механизмами поворотов то есть это турбина которая дает и мощность и максимальную скорость и стабилизацию и скорость поворота скорость поворота башни это какая-то жесть и также у нас еще есть система управления огнем это стабилизатор который скрестили еще с усиленными приводами наводки то есть у нас и стабилизация добавляется и скорость сведения вот допустим берем мой любимый вз 55 на котором у меня стоит закалка стабилизатор вентиль и мы получаем на нем 54 процента стабилизации минус 54 процента от разброса при движении поворотах это прям какая-то жесть при этом у нас еще возрастает маневренность максимальная скорость это прям получается какой-то супер агрессивный дерзкий резкий танк еще и на ходу который будет стрелять вообще по кайфу и таких вот стабилизации можно напихать во многие танки также что еще очень запутано будет для танкистов для понимания это то что это экспериментальное оборудование оно по сути скрещивает в себе в одном два оборудования одно из них является главным второе типа второстепенным и вы не можете поставить такое же оборудование на танк как и главное в экспериментальным я так понимаю главное оборудование в экспериментальном это то которое пишется в начале вот допустим система управления огнем там первая строчка это скорость сведения и вы не можете поставить улучшенные приводы наводки вместе с этим оборудованием поскольку это два главных параметра и там сведения и там сведения но вы можете поставить стабилизатор потому что это во второй строчке но это нигде никак не объяснено не написано причем если нажать alt как вот на оборудование наводишь написано дополнительная информация то там нам просто показывается на анимации то что при этом оборудование пушка будет сводиться быстрее но нам вообще никак не объясняется как это оборудование ставится как она улучшается какие ограничения какое оборудование с ним нельзя ставить и в общем если посмотреть на интерфейс всего оборудования во первых по порядку все расставлено непонятно как первое оборудование идет белое самое простое ок дальше идет у нас фиолетовое это самое сильное оборудование оно должно быть в конце но она второе третье оборудование розовое хотя оно должно быть вторым но и предпоследнее должно быть золотое оборудование это экспериментальная потому что она типа местами слабее чем фиолетовое но в сумме дает много всяких параметров ну либо же фиолетовое должно быть предпоследнее золотое последним в общем явно не так как сейчас расставлено это первое второе насколько же интерфейс вообще какой-то из пустых плиток состоит во первых там не все параметры сразу написаны нужно навести мышкой появятся все параметры оборудования поскольку они просто не влазят они влазят они потому потому что половина клетки пустые и вообще интерфейс оборудования сделан так что у тебя большая часть экрана пустая но при этом нужных вещей по большей части не написано вообще даже если нажимать кнопки подсказок в этих подсказках ничего полезного толком то и нет ну и что получается что с этим оборудование мы можем понаставить кучу стабилизации кучу всяких там ускорений сведений турбин и все в кучу и еще и танки которые критуются будут мало того что с большим количеством хп так еще реже картоваться что касаемо закалка плюс компоновка я не против этого оборудования но вот экспериментальное оборудование турбина совмещенная с юмпи мне не нравится и стабилизатор совмещенный со сведением поскольку это получается что на некоторые танки можно поставить три оборудования и каждый из которых дает стабилизацию еще и ускорение сведения и так далее я так понимаю это очередной раз ускорит бои очередной раз добавляет гонку вооружений у нас уже давным-давно танки 8 уровня чуть ли не по параметрам некоторые как десятки в 2013 году они еще и добавляют оборудование да на некоторые танки хотелось бы понаставить такое оборудование поскольку они слабенькие на какой-нибудь батчат хотелось бы понаставить три стабилизатора с турбинами всем остальным потому что там пушка кривущая жуткая никто на бате не играет карты коридорные хочется просто ездить урон хотя бы набивать поскольку нормально посветить далеко не везде получается хотя есть такие карты но больше коридорных заруб у нас происходит чем каких-то там кустарных подсветов а в этих коридорах пушка такая кривая что играть на бате не хочется поэтому никто на нем и не играет но ставя такое оборудование на слабенький танк вы просто перекроете возможно его минусы а что будет если такое оборудование поставить на уже имбовый танк у которого и так особо минусов нет у него со всеми параметрами так хорошо все что будет если такое понаставить на какой-нибудь амx м4 мл 54 вз 55 и так далее им и так ничего не надо они так вверху пищевой цепочки если бы такое оборудование на танк можно было бы ставить максимум одно они все сразу в кучу или может быть только на высокоуровневые танки это только одно такое золотое оборудование поставил и все но нет же надо аж просто сразу на всю катушку начинают клепать видосики рассказывать что чуть ли не с первого уровня можете ставить это оборудование а зачем чтобы новички которые зашли в игру страдали от тех кто там сидит с этим золотым оборудованием и всех просто уничтожает они так на имбовых песочных танчиках сидят и всех душат там а если игрок еще и со скиллом еще и с хорошим оборудованием на имбе сидит в песочке начали на расслабоне всех разваливает новичок просто ну не выдержит такого жаркого приема в игре их и так в игре то нет на мой взгляд бои ускорятся хотя уже куда быстрее они так по три минуты все арте то можно будет кучу стабилизаторов понаставить можете зайти сами сравнение танков добавить любой танчик и наставить туда оборудование посмотреть что получается бои ускориться дисбаланс увеличится новичкам станет еще сложнее и еще к тому же сколько лет назад обещали разработчики улучшить съем фиолетового оборудования так ничего и не улучшилось а как вы будете ставить это золотое оборудование экспериментальное вам придется снимать только которая есть а какой есть у меня только розовое фиолетовое белое оборудование давным-давно продал и у меня вообще нет на шестерках там пару штук поставил и все просто потому что лень туда что-то снимать одевать белое оборудование оно вымерло на нем будут играть новички и они будут страдать а новички и так качают танки они уже страдают поскольку пока танки не выкачешь ты всегда мучаешься пока ты вы их выведешь в топ пока ты дойдешь до имбэй пока ты там скилл появится пока ты поймешь что ты играешь так у тебя еще оборудования нормального нет плюс еще чтобы это золотое оборудование поставить мне придется поснимать розовое фиолетовое кто за это все будет платить что к интерфейсу огромные вопросы как будут чувствовать себя новички что будет происходить у нас балансом которого и так нет ну и с какой скоростью у нас будут бои сами все понимаете что таким вот каким-то безалаберным глупым нововведением можно просто столько в игре сделать поганого как разработчики каждый раз к этому приходят как они находят такие гениальные идеи как они это воплощают в жизнь мне кажется на документальный фильм снять о том как делать всегда максимально дерьмо в принципе мне больше сказать нечего пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...